МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. А это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока в студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Город дареет он над нами. Праздничным концертом на сцене амфитеатра спортивной набережной отметили день российского флага во Владивостоке. За моей спиной праздничный российский триколор несут почти две сотни знаменосцев. Снова в школу. Более 20 тысяч первоклассников в Приморье пойдут в школы уже через две недели. Дети и родители усердно готовятся и закупают все необходимое. Не надо гнаться за красивыми вещами. Они должны быть удобны, компактные. Попробуй на себе. В рамках проекта корреспондент Рия Владнюс решил попробовать себя в кулинарном деле и приготовить вместе с известным кондитером Приморья торт. Попробуй, да. И скажи, вкусно или нет. Это божественно. Также в выпуске жители пяти сотен домов советского района Владивостока почти на сутки остались без холодной воды. И еще расскажем. В ближайший понедельник Краевой центр встретит автоколонну международной комплексной экспедиции Россия-Япония резервы человечества. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Сразу четыре аварии произошли утром в среду в Приморской столице. Движение в районе Мысачуркин было заблокировано в обе стороны. Транспортный затор начинался сразу со стороны катерной. На повороте столкнулись два автомобиля. Один из участников движения не учел безопасную дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему автомобилем. Однако настоящей причиной масштабного затора стала авария в районе остановки общественного транспорта «Восточная верфь». По обеим сторонам дороги были раскиданы автомобили. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и эвакуатор. Известно, что кроссовер, ставший участником ДТП, получил серьезные кузовные повреждения. Движение автотранспорта было затруднено в обе стороны. С обратной стороны произошла еще одна авария из четырех авто. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля. Грузовик снес сразу несколько машин. Как сообщают очевидцы, пострадал рулевой грузовика. У мужчины перелом грудной клетки. Из-за массовой аварии пробка тянулась от съезда с Золотого моста. Во всем произошедшем еще предстоит разобраться с сотрудникам ДПС. При этом анализ статистики аварийности и причин возникновения ДТП во Владивостоке показывает, что около 40% ДТП составляют столкновение автомобилей по причине выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение скоростного режима и дистанции. И почти все участники ДТП не освобождают оперативно проезжую часть, а ждут сотрудников госавтоинспекции. Напомним, оформить ДТП можно без участия сотрудников ГИБДД, составив извещение о ДТП, Европротокол. Это значительно сократит время оформления происшествия и позволит избавить других участников дорожного движения от транспортных заторов. Жители пяти сотен домов советского района Владивостока почти на сутки остались без холодной воды, которую отключили 22 августа в 4 часа утра. Причина – плановые ремонтные работы Приморского водоканала. Однако для большинства отключение стало неприятным сюрпризом. Во-первых, потому что в этом районе города в настоящий момент идут гидравлические испытания и в домах нет еще и горячей воды. А во-вторых, жильцы жалуются, что заранее об отсутствии водоснабжения их не предупредили. Накануне вечером информация о ремонтных работах появилась на одном из сайтов города. Но, судя по количеству негативных комментариев на интернет-портале, большинство горожан увидели новость несвоевременно. Также многие из них посетовали и на отсутствие соответствующих объявлений в подъездах домов. «Почему так поздно сообщили? Люди утром встанут на работу, а воды нет. На подъездах объявлений нет. Издевательства». Похоже, что этот сервис сам случайно узнал об этом в плановом отключении только вчера вечером. Людей рассылкой предупреждали только около 9 вечера. «На случай отключения горячей воды покупайте танк», говорили они. «А на случай отключения холодной и горячей воды скважину бурить прикажете? Что скажете, господа умники?» Еще бы в 4 утра опубликовали информацию. Не каждая бабушка читает сайты. Нигде даже не передавали об отключениях. Где теперь воды набрать этой бабушке? «Ремонт сетей холодного водоснабжения во время отсутствия в домах горячей воды возмущает многих жителей Владивостока. Этой практике, к слову, уже не один год. Интернет-пользователь Приморской столицы в резкой форме требует пересмотреть такое положение дел. По информации на сайте Приморского водоканала, воду в Советском районе должны дать в 23 часа 22 августа. Напомним, летние осенние гидравлические испытания во Владивостоке начались 30 июля. Следующие отключения с 17 по 24 сентября ожидают жителей Ленинского района, которые получают тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний. К другим темам. Приморцы, находящиеся в долгосрочных рейсах, приступили к досрочному голосованию на выборах губернатора края. Напомним, единый день голосования пройдет в воскресенье 9 сентября. Для тех, кто не сможет проголосовать в день выборов из-за отдаленности населенного пункта или по другим предусмотренным законам причинам, предусмотрена возможность проголосовать досрочно. Стоит добавить, что для удобства жителей края действует услуга – внесение в списки избирателей по месту пребывания. Для того, чтобы не голосовать по месту регистрации, приморцы могут обратиться в ближайший МФЦ или зайти на портал госуслуг, чтобы выбрать участок по месту нахождения, а это очень удобно. Отметим, воспользоваться услугой на едином портале госуслуг смогут только зарегистрированные граждане. С распечатанным документом 9 сентября необходимо прийти на выбранный избирательный участок и проголосовать. На данный момент во всех многофункциональных центрах Приморья начат прием заявлений от избирателей, которые не смогут проголосовать на своих участках по месту регистрации. Соответствующее заявление также можно подать через участковые избирательные комиссии. Тем временем Минфин США обновил санкционный список в отношении российских компаний и граждан. Под ограничения попали в том числе две владивостокские судоходные компании. В список санкций, связанных с КНДР, США добавили судоходную компанию «Гудзон» и приморскую морскую логистическую компанию. А также шесть судов под российским флагом «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», которые являются собственностью компании «Гудзон». Как пояснил Минфин, эти суда участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов, которые якобы в открытом море перекачивались с российских на севернокорейские суда. Предполагается, суда перевозили грузы для Северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН, а суда КНДР, на которых закачивались нефтепродукты, также входит в список ООНовских ограничительных мер. Ранее в санкционный список за сотрудничество с КНР были включены портовая компания «Профинет», зарегистрированная в Приморье, и ее гендиректор. 2000 учителей Приморья приняли участие в традиционной августовской конференции, а главной темой обсуждения стал национальный проект образования. Для поддержки педагогов в этом году каждой школе Приморья будут направлены дополнительные средства на оплату труда, в том числе за внеклассные занятия. С сентября заработает система льготного ипотечного кредитования. Напомним, главная задача национального проекта образования – обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также войти в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Проект включает 9 отдельных федеральных программ, каждая из которых будет реализовываться во всех 85 регионах России. В Приморье уже приобретен первый мобильный кванториум. Передвижной детский технопарк поедет по районам Приморья осенью этого года. В рамках проекта «Цифровая школа» закуплено 100 комплектов цифрового оборудования для школ края, в которые входят мобильный компьютерный класс, интерактивная доска, планшеты для учителей и оборудование Wi-Fi. Более 20 тысяч первоклассников в Приморье пойдут в школы уже через две недели. Дети и родители усердно готовятся и закупают все необходимое. Если школьную форму родители покупают заранее, то канцелярские принадлежности приобретают в последний момент. А что должно входить в портфель первоклассника и сколько стоит весь набор необходимых вещей, выясняла Катерина Матвеева. Главное в жизни будущего школера, конечно же, ранец. Именно с ним ребёнку придётся проводить большую часть своей школьной жизни. Он должен быть качественным, с ортопедической спинкой с широкими лямками, не менее трёх сантиметров. Весит не больше 700 граммов. Достойный экземпляр обойдётся около двух тысяч рублей. Но и служить будет не один год. Остальное – расходники. Пенал для первоклассника важен в том плане, что он не должен быть шумным, но и достаточно вместительным. Это может быть пластмассовый пенал, может быть из сканевых, из картонных каких-то структур. Нежелательно брать металлический, потому что он достаточно шумный и издаёт звуки, которые мешают ребёнку сосредоточиться. Что должно лежать в пенале? Это обыкновенная ученическая ручка. В ней не должно быть каких-либо украшений или игрушек, потому что большая масса ручек сейчас, такого плана ручка-игрушка. Важно, чтобы ручка писала чисто, чтобы была удобна для руки ученика. Две ручки, карандаш твёрдости ТМ, либо в виде конструктора, точилка, ластик, линейка до 15 сантиметров, закладки на липкой основе – это всё, что должно быть в пенале школьника. А вот замазку или ручку «Пиши, стирай» учителя не рекомендуют. Зная, что всегда можно исправить написанное, ребёнок не будет стараться. Дневник первоклашки тоже не пригодится. В первом классе дневники не заводим, потому что домашнего задания нет. Да, в общем-то, не все дети умеют писать. Обычно мы используем учителя и родителей небольшие блокноты, в которых ребёнок может с помощью учителя записать какую-либо информацию для родителей. Это блокнотик небольшой, может даже на спираль, чтобы лишние ненужные странички мог ребёнок выдернуть, чтобы они не отвлекали его внимание. Пять тетрадей по 12 листов в клетку и пять в линейку будет достаточно. Обложка без рисунков плотная, больше не надо. Первоклассники в основном пишут в специальных рабочих тетрадях. Учебники выдаёт школа. На уроке труда и рисования стоит приобрести две большие папки на кнопках. В набор для уроков рисования входит альбом 24 листа, акварель, гуашь, набор кистей, стакан-непроливайка. В набор для уроков труда входят ножницы простые, набор цветной бумаги, набор белого картона, набор цветного картона, клей-карандаш, клей ПВА, пластилин без отдушек. Не забудем про обложки для тетрадей, дощечку для лепки. Итого на всю канцелярию вместе с пеналом уйдёт около тысячи рублей. Не надо гнаться за красивыми вещами. Они должны быть удобны, компактны. Они должны приносить ребёнку пользу, а не развлекать его на уроках. Поэтому, ну и на цену обращать внимание нужно. Товар не должен быть сильно дорогой, должен быть эконом класса. Потому что ребёнок маленький, товар быстро уходит. Количество и стоимость рабочих тетрадей зависит от программы, по которой проходит обучение в той или иной школе. В любом случае родителям придётся потратиться на тетради по таким предметам, как литературное чтение, природоведение и математика, а также пропись. Каждая такая тетрадь стоит в пределах 50 рублей. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. К слову, новый жизненный опыт ждёт не только первоклассников. Совсем скоро и самой Приморской столице предстоит сделать новый шаг. Во Владивостоке состоится саммит алмазных бирж Азиатского региона. Мероприятие пройдёт 26-27 августа. Отметим, Россия принимает такой саммит в первый раз. На него приедут гости из 12 стран, которые представляют более 90% всей мировой торговли алмазами и бриллиантами. К слову, ожидается рекордное количество участников. Среди них президенты 13 алмазных бирж, представители Гохрана и Министерства финансов России, а также делегации кембрильского процесса. Помимо дискуссий и деловых переговоров в программе саммита экскурсии по Владивостоку и Приморскому краю. Принимающей стороной является Московская алмазная биржа. А вот спонсором и организатором мероприятия является компания Алроса. Напомню, на днях в Владивостоке стартовал курс обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты». Она особо востребована на предприятиях алмазно-обрабатывающей отрасли Приморья. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Праздничным концертом на сцене амфитеатра спортивной набережной отметили День российского флага в столице Приморья. Более 150 образцов вооружения и военной техники покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» во Владивостоке. В ближайший понедельник Краевой Центр встретит автоколонну Международной комплексной экспедиции «Россия-Япония. Резервы человечества». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНАС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНАС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Праздничным концертом на сцене амфитеатра спортивной набережной отметили день российского флага в столице Приморья. Более 150 образцов вооружения и военной техники покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» во Владивостоке. В ближайший понедельник Краевой центр встретит автоколонну международной комплексной экспедиции «Россия-Япония. Резервы человечества». Праздничным концертом на сцене амфитеатра спортивной набережной отметили день российского флага во Владивостоке. Выступления профессиональных певцов, хореографические номера и тематические мастер-классы порадовали всех собравшихся. Подробности в сюжете моего коллеги Евгений Черемухина. Белый цвет мира – чистоты и совершенства, синий цвет веры и верности, ну а красный – цвет силы и крови, пролитые за отечество. Именно так чаще всего сейчас трактуют цвета российского триколора. Владивосток, как один из самых восточных городов самого большого государства на планете, отметил день российского флага одним из первых в стране. Кроме торжественных речей, жители гостей города порадовали концертной программой. Здесь и детские вокальные коллективы, и красивые девушки с триколором. Выступали также и профессиональные певцы. Для особенно креативных – аквагрим в виде государственной символики. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Ну а на вопрос, что же такое российский флаг и зачем ему свой собственный праздник, отвечали, как могли, горожане. Россия, потому что... Праздник флага Российской Федерации. А сколько цветов на флаге? Три. Наш флаг, он вообще, представляете, в России наш флаг. Это знак моего государства, в котором нахожусь. В котором живу. Мир, какой-то покой, ну что-то такое хорошее должно быть. А зачем нужно праздновать? Чтобы знали. Что знали? Что есть такой флаг. В какой-то момент внимание всех, и зрителей, и телекамер, и даже ведущего концерта переключилось на набережную спортивной гавани. За моей спиной праздничный российский триколор несут почти две сотни знаменосцев. 150 квадратных метров ткани. Именно такую общую площадь имеет гигантский атрибут российской государственности. Кстати, исторический факт. Настоящим отцом российского триколора является император Петр I. В 1770-х белосинекрасный поднимали все торговые суда страны. А вот начало применения российского белосинекрасного флага на суше тесно связано с географическими открытиями русских мореплавателей на Дальнем Востоке. Новая традиция появилась в начале XIX века, когда русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага, один из которых белосинекрасный, отмечал новое владение России. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Более 150 образцов вооружений и военной техники покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» во Владивостоке. Он пройдет в столице Приморья с 24 по 26 августа на шести площадках. На причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной можно будет увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов «БАЛ». Бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику и современное стрелковое вооружение. Образцы авиационной техники покажут на аэродроме «Центральная угловая». Там же будут выставлены истребители, фронтовые бомбардировщики, штурмовики, вертолеты, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация и современные зенитно-ракетные комплексы. А на Ворошиловской батарее планируется развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. В ближайший понедельник, 27 августа, Владивосток встретит автоколонну Международной комплексной экспедиции «Россия-Япония. Резервы человечества». 2018 год объявлен перекрестным годом Японии в России и годом России в Японии. Этим событиям и посвящены два международных пробега «Москва-Владивосток-Токио» в 2018 году и «Токио-Владивосток-Москва» в 2019. Они, в свою очередь, проходят в рамках кругосветной экспедиции «Резервы человечества», которая проходит на паруснике под названием «Бегущая по волнам». Старт автопробега состоялся 26 мая из Москвы с площади Большого театра. За три месяца участники автопробега пересекли всю страну с запада на восток, преодолели расстояние в 15 тысяч километров, посетив 55 больших и малых городов, сел и поселков России. Среди задач автопробега укрепление российско-японских отношений и продвижение позитивного образа России. Планируется, что колонна прибудет на корабельную набережную Владивостока 27 августа в 15 часов. Заключительный этап автопробега запланирован по территории Японии и завершится в Токио 30 сентября. Всем известно, что сладости поднимают настроение и делают нашу жизнь чуточку лучше. В рамках проекта «Попробуй на себе» корреспондент Рия Владнюс решил попробовать себя в кулинарном деле и приготовить вместе с известным кондитером Приморья торт. Все подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Существует ли на свете такой же простой и доступный источник наслаждения, как кусочек вкусного торта? Учеными доказано, что ощущение тающего на языке лакомства – одно из самых сильных по уровню испытываемого удовольствия. Но так ли просто самому приготовить торт? Из-за своей профессиональной деятельности я очень редко бываю на кухне. Сегодня я пришла на профессиональную кухню в кондитерскую «Воздушная груша» и попробую себя в роли кондитера. Помогать Елене постигать искусство кондитерского дела будет опытный мастер Надежда Бондарь. Надежда готовит не только традиционные свадебные торты. Она одна из немногих в нашем городе, кто делает сложные, многоуровневые подвесные торты-люстры, а также постоянно самосовершенствуется и принимает участие в различных конкурсах для кондитеров. Пора узнать, что сегодня будет готовить Елена. Мы сегодня будем готовить красный бархат с малиной. Это любимое лакомство моей семьи. Ну, я думаю, после сегодняшнего дня она станет и вашим. Первым делом – укладывание коржей в форму, которые были заранее приготовлены из кексовой начинки. Наверняка многие обратили внимание, что на кондитере нет перчаток. Мы моем руки постоянно, много, по 400 раз. В цехе, конечно, мы работаем в основной массе, стараемся, по крайней мере, в перчатках, но бывают случаи, когда ты про них просто забываешь. А руки мы моем по 500 тысяч раз, поэтому здесь в этом нет никакой проблемы абсолютно. Установив нужный диаметр на специальной форме, приступили к обрезанию коржей под нужный размер. Затем разделили коржи на несколько небольших кусков и начали укладывать их руками на дно основания. За основу торта был взят рецепт Андрея Шепа, но немного измененный. Каждый кондитер, который занимается профессионально, он дорабатывает рецепты. То есть нет двух одинаковых кондитеров, которые готовят одинаково торты. Теперь время приготовить крем. Он будет из сливочного сыра маскарпоне и креметто. К ним добавили 250 мл сливок и все ингредиенты взбили в профессиональном миксере. Попробуй, да, и скажи, вкусно или нет. Это божественно. При помощи специальной силиконовой лопатки кулинары приступили к укладыванию воздушного крема между слоями сладкого изделия. Занятие не из простых. Важно не просто промазать коржи, а равномерно распределить начинку на всю поверхность слоя. Надежда, ну бывает все равно, когда, например, настроение не очень, там погода плохая или еще что-то. Вот как вы переносите? Нужно же все делать с любовью, с добротой. Для меня торт – это медитация. Как можно вообще не любить? Когда ты вот прям трогаешь то, что ты произвел, то, что ты сделал. Настроение улучшается сразу же, как только ты видишь результат своего труда. Шаг за шагом, слой за слоем. Пора узнать, как справляется Елена с этим занятием. Для первого раза, для человека, который никогда в жизни до этого не держал лопатку, поздравляю, у тебя получается. Поехали дальше. Красный бархат будет из восьми коржей. Удивительно то, что слои не идеальной формы, а собираются, как в игре «Тетрис». Вот ручку берешь свою, вот так, вот так, вот так, вот так. Прям чувствую, чувствую. Я чувствую себя строителем. И вот большая часть приготовления бархата готова, все слои на месте. Мы сейчас поставим наш торт в холодильник, дадим ему немножечко стабилизироваться, да, то есть чтобы крем наш не тек. В идеале время нахождения торта в холодильнике не менее четырех часов, но нам хватит и тридцати минут. А пока бархат наслаждается холодом, приступим к подготовке украшений. Все ягоды нужно тщательно промыть и просушить. Достаем и готовимся его украшать ягодой. То есть сегодня у нас украшение будет живое? Да, живое, да, и ты будешь принимать в нем непосредственное участие. Отлично. Остатки крема наносим на сладкое лакомство, чтобы наше украшение прочно укрепилось. Слушай, Лен, пошли ко мне в цех, а? У тебя получается. Тебя еще поднатаскать, погонять, пару тортов в тебя запустить и будет вообще отлично. Рисунок из черешни и вишни решили выполнить в корпоративном стиле нашего медиахолдинга и выложили ягодами логотип восьмого канала. И вот красный бархат от начинающего кондитера-корреспондента готов. Небольшой милый торт для домашних посиделок с подругами, с друзьями. Можно такой же торт приготовить на приезд каких-то значимых для тебя людей. Теперь пора узнать, как оценила работу корреспондентки Надежда. Все ли удалось и сможет ли Елена стать профессиональным кондитером. Думаю, в будущем она может себя попробовать в роли профессионального кондитера. Единственное, что творческие какие-то моменты будут ей даваться тяжелее, но потребуется время для учебы. Тем не менее, будущее ее в роли кондитера вполне вероятно. И она даже дома сможет приготовить вкусный торт для всех своих друзей и абсолютно этим будет гордиться. А теперь узнаем, как самой Елене дался опыт кондитера. Процесс приготовления торта я сравнила со строительством, с искусством. И действительно, воплощать такие красивые шедевры нужно вкладывать любовь, хорошее настроение. И оно у меня поднялось. И мне очень нравится, что получилось. Я надеюсь, что на вкус тоже будет очень вкусно. На вкус торт получился действительно нежным, вкусным, а главное питательным. Надеемся, что вы, наши телезрители, поняли, что процесс приготовления сладкого лакомства, да и в целом работа кондитера – кропотливый труд, требующий от мастера и точности, и креатива. И такие люди, как Надежда, делают нас с вами немного счастливее. Ведь достаточно вспомнить чувство, которое мы испытываем, когда лакомимся кусочком торта. Ведь не зря же существует выражение «сладкая жизнь». Дмитрий Беломестнов, Елена Виноградова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Далее о спорте. Любительские команды Владивостока вновь сошлись в турнире по дворовому футболу. Ежегодные соревнования в этом году собрали несколько десятков ребят со всех уголков города. Борьбу за кубок спортсмены ведут в течение недели. О том, как проходит чемпионат в этот раз, расскажет Максим Яковлев. Этого шанса проявить себя на настоящем чемпионате ребята ждут каждый год. Ежегодный турнир по дворовому футболу за свою шестилетнюю историю стал уже молодежной фишкой Владивостока. Ведь это возможность выйти с площадки на заднем дворе своего дома и показать, на что ты способен здесь, перед десятком зрителей и соперников. Количество участников с каждым годом растет, из-за чего соревнования приходится проводить сразу на нескольких площадках. Особый всплеск интереса и в этот раз, видимо, свои плоды дает прошедший чемпионат мира. Среди необычных названий команд, вроде «Убивашки», «Ред Роуз» или «Васильки», можно встретить как новичков, так и уже в каком-то смысле ветеранов дворового футбола. Собрались мы вообще первый раз четыре года назад здесь, на дворовом турнире, ну, с района Тихая. Ну, как-то так вот. Играем с каждым годом, все лучше и лучше стараемся. Я первый раз участвую на дворовых соревнованиях. Мы тренировались, каждый день собирались с парнями, играли в футбол. Вот решили завидеть на турнир. Поиграть в футбол. Главный плюс этого турнира в том, что участие в нем абсолютно бесплатное и доступное для юных спортсменов Владивостока. Привести свой коллектив к победе может любой желающий непрофессионал в возрасте от 12 до 20 лет. В этом году мы добавляем третью возрастную группу, старшая. Решили добавить, дать шанс пацанам, которые уже выросли из группы. Ну, почему бы нет. Они попросили нас поиграть, мы пошли именно встречу. Добавились новые команды абсолютно, которых мы вообще не видели. Первый раз за нас играют. И вернулись старые команды, которые играли два года назад. В том числе и чемпионы двух последних лет. По итогам чемпионата лучшие команды разыграют три призовых места. Лидер в итоге получит заветный кубок. Также награду достоятся и футболисты, проявившие себя на поле максимально ярко. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Сразу четыре аварии произошли утром в среду в Приморской столице. Движение в районе Мысачуркин было заблокировано в обе стороны. Во Владивостоке состоится саммит алмазных бирж азиатского региона. На него приедут гости из 12 стран. Россия примет такой саммит в первый раз. Праздничным концертом на сцене амфитеатра спортивной набережной отметили день российского флага во Владивостоке. Выступления профессиональных певцов, хореографические номера и тематические мастер-классы порадовали всех собравшихся. Более 150 образцов вооружений и военной техники покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» во Владивостоке. Он пройдет в столице Приморья с 24 по 26 августа на 6 площадках. В ближайший понедельник Владивосток встретит автоколонну международной комплексной экспедиции «Россия-Япония. Резервы человечества». Планируется, что колонна прибудет на корабельную набережную. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Владивосток в эти дни полон иностранных туристов. А совсем скоро Приморская столица начнет принимать гостей 4-го Восточного экономического форума. Подготовку к ВЭФ в эти дни проверяет полпредпрезидентов ДВФО Юрий Трутнев. Также в программе полпреда совещание с губернаторами региона. Напомним, Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября. В этом году ожидается участие первых лиц стран Северо-Восточной Азии. Ждут во Владивостоке председателя КНР Си Цзиньпина, президента Республики Корея Мун Джейина, а также премьера-министра Японии Синзо Абе. Планируется, что форум посетит около 7 тысяч человек. И, конечно, жителям Владивостока хочется, чтобы гости увидели город во всей его красе. На эффектные виды Приморской столицы смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok